пустой привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю хорошее легкое летнее пиво бельгийское пшеничное пиво как обычно я буду варить его по рецепту книги сам себе пивовар сейчас лето очень жарко поэтому пивко легенькое будет самый раз но варю его как всегда на самом простом алюминиевом самогонном аппарате и это очень просто выгодно и пиво получается такой же вкусная ароматная как и на супер дорогих пивоварнях сейчас я устанавливаю сюда вот такую хорошую очень дорогую фильтр-систему сделанную из кусочка нержавейший гофры для подвода воды или газа вот здесь у меня есть резьба самом бидоне я ее просто вкручиваю вот на самой трубочке я съел про прорези болгарочкой очень тоненький для того чтобы сюда попадала особое пивное сусло а весь жмых который называется дробина остался в бидончике самое долгое в приготовлении пива это конечно же нагрев воды если мы используем обычные подушные средства я сейчас нагреваю воду до 73 градусов водичку я использую фильтрованную из обратного осмоса чем лучшее качество воды тем вкуснее будет пивко воду я нагрел до температуры 75 градусов хотя написано до температуры 73 градуса и сейчас высыпаю в заторный чан все салона какие есть температура должна опуститься до 66 68 градусов 66 и 4 градуса самое долгое уже позади то есть я нагрел воду высыпал сюда солод и началось осахаривание вот и все в варке пива это самое сложное и самое простое сейчас я укутываю бачок заторный чан одеялом чтобы температура не падала и оставляю его на целый час прошло 60 минут осахаривания я несколько раз перемешивал затор температура упала до 63 градусов я один раз сюда подбавил чайничек водички чтобы температуру поддержать сейчас книге написано что нужно поднять температуру до 71 градуса и сделать паузу на 15 минут поэтому я выливаю сюда чайник кипятка и еще один чайник кипятка одну пятилитровую баклажку воды и оставляю для промывки дробины поднимаю температуру до 71 градуса и еще укутываю на 15 минут уже все прекрасно осахарилась я возьму йодную пробу если здесь есть крахмал йод покажет цвет больше смотрите крахмала нет все прекрасно осахарилась сейчас я начинаю создавать фильтрующий слой это будет происходить так через ту трубочку какую я вкрутил в самогонный аппарат и мне есть прорези жидкость из сусла будет поступать и сливаться в эту кастрюльку сначала будет сусло идти мутная потому что слой будет создаваться фильтровочный я буду несколько таких кастрюлик выливать аккуратно вверх сам заторный чар или только здесь уже будет лежать чистое сусло я начну переливать его в варочник пока создается фильтрующий слой я еще раз хочу похвастаться своим самым простым старым дедовским самогонным аппаратом который работает как парогенератор как сделать парогенератор из молочного бидона ссылочка вот здесь верху аккуратно чтобы не разрушить фильтрующий слой я выливаю то что получилось обратно молочный бидон будущий пивасик уже фильтруется в варочнике уже варится будущее пивком здесь почти все слилось я теперь начинаю промывать дробины я беру горячую воду температура не меньше 80 градусов и аккуратно так поливая сверху на слой фильтрующий который создался из дробинки это все будет пробоваться чтобы все сахара какие остались еще в солоде будущий пивасик уже закипает и здесь очень много пенки коричневой некрасивой пенки я ее собираю чтобы пивком была свежая красивая и прозрачная прошло 15 минут с момента закипания я высыпаю сюда хмель тетнанджир по книге плотность должна быть 12 я угадал здесь ровно 12 но это только начало варки я думаю в конце варки будет чуть-чуть больше плотность пивко будет более крепкое и лучше будет храниться для дезинфекции бродильной емкости и всех шлангов я как всегда и как все используют я набрал немного воды и высыпаю выливаю не весь пузырек йода а где-то одну треть осталось 25 минут до конца варки я дезинфицирую бродильную емкость и уже опустил холодильник в кипящее сусло чтобы он тоже немножко продезинфицировать сколько хлопьев белка получилось пивко я думаю классно осветлится из-за этого прошло пять минут бурление уже успокоилась я теперь делаю вирпул закручиваю в одну сторону под действием центробежной силы весь брук соберется в центре и после того как движение прекратится я опускаю сюда холодильник и очень интенсивно охлаждаю сусло вот так почти мгновенно при очень резком охлаждении выпадает брук собираются такие густые хлопья поэтому очень важно иметь чили для того чтобы варить вкусное и прозрачное пивко будущий пивасик уже сварился я измерил плотность это плотность 13 с половиной процентов поэтому я думаю пивко будет достаточно крепкая и классные сладенькая легенькая летние теперь я приступаю к снятию самого пива с осадка вот так наливаю чтобы минимизировать контакт будущего пива с кислородом и все время смотрю в емкость чтобы не зацепить осадок а вот здесь как сделать вкусное пиво и по в американском стиле ссылочка вверху я уже третий раз делаю пиво по рецепту из книги сам себе пивовар и каждый раз я удивляюсь почему у меня получается так мало пиво сейчас здесь у меня 12 литров пиво с плотностью 13 с половиной даже если я налью сюда воды до плотности 12 у меня будет максимум 15 литров пиво а должно быть 23 с половиной литра поэтому я не знаю что здесь но заношу сюда дрожжи vb 06 забывает там лишь углекислый газ класс бельгийская пшеничная как обычно у меня уже дезинфицирована емкость для перелива вообще нельзя набирать пиво через шланочку что потому что таким образом мы будем заносить сюда микробов поэтому в книг советую взять самый лучший бренди или коньяк какой у меня есть и прополоскать им ротик а уже потом набирать самое важное сейчас чтобы пиво как можно меньше соприкасалась с воздухом и она не разбрызгивалась чтобы она пока не насыщалась кислородом и не окислялась я сливаю пиво из фермента в котором она бродила в отдельную чистую емкость и теперь я рассказываю о том ноу-хау какое я придумал когда я сливал пиво с осадка после того как она варилась у меня еще оставалось очень много осадка и взвешенных частичек не было жалко выливать они отстоялись и я их через несколько часов отсыдил и у меня получилось почти литр даже чуть больше прекрасного пивного сусла я его заморозил и теперь буду использовать как праймер то есть у меня абсолютно нет никаких отходов сейчас этот праймер закипятил у меня хранился в морозильнике и он уже остывает вот столько у меня праймера я его использую 100 грамм на 1 литр пива по правилам нужно вылить было праймер вот в эту промежуточную емкость а потом уже туда добавлять пиво я это забыл сделать поэтому так аккуратненько по стеночке выливаю сюда праймер аккуратно перемешиваю праймер с молодым пивком и дам ему минут 10-15 постоять конечная плотность 3 пока пивка бродила я читал очень интересные и серьезные книги по пивоварению поэтому теперь я намного более подкован в теоретической части и уже я сделал две дегустации пива какое я варил оно получилось просто бомбейское великолепное я до сих пор в восторге от того какое пиво я сварил надеюсь бельгийская пшеничная будет такое же я сделал вот такую простую систему для разлива пива пережимая шланг я регулирую скорость набора пива бутылочку буду набирать вот столько если налить пиво под самую завязку карбонизация будет происходить хуже оказывается пиво можно варить абсолютно ничего не покупая дополнительно все что у нас есть дома можно приспособить для варки и разлива вкусного обалденного пивка теперь я вот так сжимаю бутылочку чтобы полностью вышел весь воздух и пиво появилась уже в самом горлышке и закручиваю таким образом я убираю кислород который находится в воздухе и пиво не будет окисляться и будет больше возможности для кислого газа который образуется при ферментации пивка и карбонизации использовать все пространство бутылочки бутылочка надуется вот так полностью будет твердючая как будто бы это настоящая магазинная бутылочка пива бутылочки у меня будет храниться в том же помещении в котором они и бродили при температуре 18-22-24 градуса и они будут карбонизироваться я их буду хранить именно вертикально недельки 2 а лучше конечно же и 3 они будут карбонизироваться и созревать и потом я приступлю к дегустации бельгийская пшеничная как же долго я ждал этого хорошего летнего освежающего пива вот какой аромат такая легкая нотка солода какое полнотелая вот такое красивое но она почти прозрачная хотя это живое пиво пшеничка должна быть мутненькая но все равно она прекрасно осветлилась вот такой бутылочки бельгийская пшеничка класс да очень хорошая пиво просто бесподобная пенка крепкая стойкая все отлично самое приятное что любое пиво варится так просто что я просто в восторге друзья если вам понравилось моё видео как я варю пиво ставьте вот такие огромные классные лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу вот здесь рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и помните кухня это самое спокойное место спасибо за просмотр!